так сложная задача надо положить вот эти заявления вот в этот ящик вот как влезут не слушайте влезли главное чтоб никто не вытащил надо вот так вот их туда протолкнуть чтоб никто не видел надеюсь заберут потом это бланки заявлений о вступлении в тсж с тех с кого я собрал но я просил вот опять вот у нас убрали информационный щит теперь клеят все сюда в общем короче говоря сдавали все мне а пришла дочь нашего председателя и стала мол типа хочу это все мне сдавать надо все в этот ящик власть я гордых в ящик власть а ключи то у кого от этого ящика я же не знаю кто чего взяли людям раскидали эти заявления ничего не объяснили я должен был ходить собирать мой скользко кто так я должен был ходить собирать пришла дочка председателя просто тупо раскидала всем почтовые ящики что это что писать куда класть никому ничего не сказала и теперь она поставила всех перед фактом что надо уже сдавать как где-то раньше то было и мне не дала толком сделать и сама ничего толком не сделала жесть вообще конечно так что ребята вот такие дела то что я собрал то что я свое подписал все туда бросил и все пускай сказали что придет марина с того дома и будет забирать у нее якобы ключ мне кажется что надо просто каждому кто старше по подъездам ключ раздать чтобы у каждого был свой ключ потому что неизвестно что куда чего ну а не искал если потеряется я здесь не причем все а я сейчас хочу дойти до большевиков до метро там у нас есть магазин голомар ближе тут конечно нету надо посмотреть что там есть потому что я еще не всем купил подарки вот ну в принципе то что я сейчас если там что-то куплю я могу принципе показать потому что это подарок а а у мой канал не смотрит ну вернее как не смотрит раньше смотрел но потом я сделал так чтобы он его не смотрел потому что начинает это ему не так это ему не это тут надо было другому ну и в общем короче говоря сейчас просто сходим там очень много всяких телефонных приколюх там всякие зарядки вот это все недорого он москвичонок поехал это не дашка мороз по им красный москвичок в общем короче говоря посмотреть что там есть к телефону плюс ему нужно еще держатель для телефона на руль в общем там всякие приколюшки посмотрим чехольчики нужны да и вообще интересненького что там есть в этом году скидок вот этих акций на телевизор и по 3 900 нету я смотрел о как машину испачкали мама дорогая в общем сказали что видимо в этом году не будет видимо из-за пандемии чтобы народ не толпился вот а телевизор бы конечно нужен он ведь покупают тачки для дрифта и потом бросают они в итоге потом кончаются эти машины металлолом их уже не стать и все 1 2 просто мне издалека показал что даши мороз москвич это не и у нее тоже но не сейчас уже там по моему 3 4 штуки красных и 1 она еще из двух собрал так что вот пошли в голом арт племяшкина школа гуляют дети свет горит кстати ее кабинет ой класс вот там втором этаже я здесь же практику проходил его с преподаватель не классный руководитель та женщина который вот у меня было что вот но мне это честно говоря школа не нравится а вот видите машину у которой эти самые киндер сюрпризы он ведь сколько у них киндер сюрпризов я правда не знаю для чего он это сделал я не помню я по-моему как-то вам во влогах показывал уже эту машину неудобно то что скользко и вот такие вот по лужам ездить могут облить не наш детский сад просто мимо вспомнил вчера только разговаривал приходилось племяшкой разговаривал с воспитательницей она говорит что с этими утренниками понятно то сначала хотели дедушку мороза запустить потом дедушка мороз вроде как заболел потом сказали что дедушка мороз будет онлайн в общем она говорит ну что вы так все переживаете из этого коронавируса господи ну гриппом людей в сто раз больше болеют и ничего не закрывается а тут говорит но переболеем мы все кто-то извините но кто-то кто-то так кто-то вы видите тут тоже гаражи есть не сносит ведь в дворах обычно все гаражи уроны а вот здесь даже лентой за это самое закрыли почему на чтоб не ставили машины потому что наверно людям из гаражей не выехать ну и в общем она говорит что все равно все переболеют чего я грудок неужели еще не понятно что коронавирус это бизнес это специально все сделано для того чтобы часть людей потеряла работу часть людей у которых бизнес сейчас во время вот этого всего столько людей у которых денег больше откупили малый бизнес сколько людей прогорело людям это выгодно понимаете эти маски это же тоже бизнес сколько он путин когда выступал нам на пресс-конференции и говорит мы там закупились масками масок у нас на все хватит извините эти маски бесплатно не выдают то есть магазин должен выдавать маски бесплатно он их продает поэтому это все бизнес на масках наварились на перчатках которого который в принципе вообще не нужны перчатки никто не водил в общем это конец это все это поэтому это все политика и когда нам говорят о большом количестве заболевших нам их не показывают я не думаю что допустим вот если палате там целое отделение лежит к видно у человека все равно есть телефон человека все равно есть интернет он все равно сможет выложить какие-то фотографии или видео нам же ничего не показывает на просто показывают табличку на здание больницы и все там полные больницы больных и все а сколько их там действительно непонятно и вот только все в тысячах тысячи тех тысячи этих это все нет и в общем короче говоря когда там тысячами больных так извините а сколько из этих больных с подтвержденным коронавирусом у кого его вообще нет а у кого там протекает легкой форме я не думаю что количество больных больше чем например того же гриппа h1n1 поэтому поэтому уже многие начинают прозревать и многие начинают понимать что действительности происходит сейчас с этим совсем и очень до многих наконец-таки доходит что это все большей степени политика вот я в этом тоже поддерживаю что вот детская площадочка починили ее смотрите-ка тут ремонт был починили так что вот ладно все пошли а то я так говорить могу долго о памяти мало так что вот эту циркушечку я вам уже показывал не дневно так много раз но я к чему к тому что утренник закрывает практически да ну там старается с ограничениями елки детские отменяют на дворцевой площади новый год запрещают а вот это богослужение которое будет на рождество его никто закрывать не будет и помимо всего прочего никого не собираются ограничивать и они даже не собираются не замуж той стороны пройтись никто не собирается следить за тем сколько там будет народу то есть как бы все будет разрешено ну я так понимаю что товарищ гундяев просил у нашего президента чтобы тот ничего не закрывал потому что как они говорят как они говорят что в церкви коронавируса нет не спорю да ребята церковь красивая вот и и делают ремонт давно уже правда делают ремонт красками будут заново красить я не спорю как бы да и те люди которые хотят идти на богослужение пускай но ребята если мы закрываем все то почему мы оставляем вот это это ущемление прав других людей которые с ним хотят например дети хотят елку на хотят дедушку мороза но им говорят дедушка мороз не может прийти потому что извините коронавирус но тоже время это можно взять этого ребенка пойти например в тот же храм на богослужение и там стоять кучи народу это можно даже чтобы подхватить потому что почему раньше вот если вы не знаете из истории почему раньше сносились храма вот там ленин когда все это рушил еще раньше был рассадник болезней собирались бомжи бедные бездомные они просили там милостыню и от них что-то зараза вот поэтому все сносилось все убиралось вот а потом уже начали заново все это возводить да и сейчас принципе есть вот такие места идти вот например как там возле кладбища такие храмы есть или культурные такие знаменитые там тоже очень много бездомных очень много попрошаек вот поэтому тоже неизвестно что можно подхватить а тем более во время выйти и словом видите с этой стороны как смотрите как делать ремонт нет это все красиво мне это красота мне нравится но должны быть какие-то все таки не ущемлять права других хотя бы детям бы оставили бы дедушку мороза вот ну хотя многие начинают говорить о том что вот европе вообще будут проверять сколько людей домой пришло к тебе на праздники будут ходить проверять ну это я конечно не знаю будут ли но у нас вот так ладно везде как говорят со своей заморочке ничего пережили год и новый год справим ничего страшного главное в семейном кругу главное что все живы здоровы и это самое главное я лично считаю главное что все живы здоровы а то что там закрыты вот эти все будут заведения нам дворцовая детей только жалко что они дедушку мороза ждали а так в принципе я считаю что все нормально главное чтобы все были здоровы счастливы и вместе с горители новый год так ребята у меня конечно извините но первый раз я вижу такую парикмахерскую еще себе вставлять парикмахерская сделана из контейнера вина себе контейнер и это парикмахерская ничего себе меч называется вот это да я даже сводка щас у метро по на открывали старт докса при всяких 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 этих штук таких я давно не был и вот поставили вот этот контейнер для парикмахерской чё себе я первый раз вообще такой вижу нет муж конечно каких-то районах уже это давно есть сейчас опять скажу что я из деревни что я перестаю вижу но не знаю так вот мы пришли в голомарс сейчас покажу вам видите написано вот есть что-то будет интересненько я вам покажу вот маску надо перевоз как она надоел он товар для дома сейчас зайдем и поспорим лейчингисхан мне кажется что это фонарик фуфло вот тут есть кстати дорогие горелки газовые вот у нас есть можно купить газовый этот самый баллончик так это все фонарики фонарики это перчатки это все не надо а вот автомобильная кстати что тут есть что тут есть автомобильная ну в принципе ничего такого интересного он гитара есть ароматизатор гитара у меня некому дарить кто на гитарах так есть так мне надо я пойду вот оплетки есть у меня плетки уже не нужны так это чего у нас гермак зарядное устройство она хлюпкая какой-то щеточки смазка ладно мне понадобится мой это самый для мобильника все пошли так стеклоочистители тут всякие тряпочки и щипочки маленьким он дорогой то горжевка грязи все валяется так замки у меня сейчас замок уже не нужен на ключ сделали так короче там было столько много народу это вообще же просто народу было очень много не стал уже дальше снимать в общем купил я вот такой вот аккумулятор на 10000 миллиампер часов он сейчас у них там был на акции это мне нужно папе он просил ему на работе кто-то дал попользоваться вот таким вот ну таким этим самым только поменьше я решил ему приобрести здесь 10 тысяч миллиампер часов я думаю что это более чем достаточно там еще были 4000 миллиампер часов 26 но 10 самый нормальный ну и конечно же ребята не без приключений подхожу на кассу вижу как передо мной стоит женщина у нее просто здесь на подбородке повязан шар обычный меховой такой значит ну смотрю что кассир пробивает без всяких вопросов плюс еще девушку просила обмен товара что соответственно она и сделала ну вызвала там администратора то есть девушку нормально все обслуживали дошел директор магазина были администратор я не знаю кто он там то есть спокойно ее все обслуживали когда я подошел она потребовала надеть маску хотя кассир сама сиделась со спущенной маской то есть у нее нос был открыт органы дыхания открыты толку никакого ягра предоставьте пожалуйста на основании 417 постановление маску она кто меня и нету ничем не могу помочь ягра почему тогда вы девушку обслужили у которой шар был здесь повязан она как но наденьте тогда шарф ябру ябра можно я вот так сделаю она как можно я говорю что и все и вы мне пробьете товар она бреда пробью ягра вам самой не смешно она как не смешно сидеть здесь 12 часов ябра но я то здесь причем ягра вы в курсе да что вы нарушает нарушаете 426 статью вас не написано что вы имеете право не продавать почему вдруг решили что вы имеете право вот просто брать по беспределу и людям отказывать ну и в общем короче говоря подошел я к администратору ягра а где у вас находится только информация это что вы хотели бы жалобную книгу я напишу она когда сейчас принесу без проблем вот принесла мне жалобу книга что у вас случилось ягра ну вот вы же видели игры ваш кассир не отказалась мне продавать без маски при этом отслужила женщину которую вы сами только что обслуживали да она была тоже без маски она была в шарфе который был повязан на подбородок я говорю вы нарушаете 426 статью гражданского кодекса плюс вы нарушаете 417 постановление не выдаете чеку маску то есть по факту если человек пришел ваш магазин без маски или без шарфа да то он не сможет купить товар хотя он имеет на это право я вшел в такую даль да допустим и что мне нужно вернуться и идти искать где тут маску я говорю вы как-то проконтролируйте в общем оставил записи жалобной книги и предупредил администратора что в случае если найдется дотошный покупатель который пойдет в суд и в суде подаст на вас заявление по 426 статье я говорю вам будет штраф от 100 до 300 тысяч рублей законный вот эти все штрафы о масках это все незаконные штрафы таких штрафов даже нет а вот за непредоставление товара по 426 статьи это есть статья штраф от 100 до 300 тысяч юг лицу я говорю вы на будущее будьте пол магазина кто в масках кто без причем на соседней кассе также пробивать людей без масок вообще я видел это лично я не успел зафиксировать а у меня вот извините вот мы на лбу написано что мне надо докопаться ну главное что товар получен вот и все остальное меня не интересует так что вот все если что я еще хотел купить зарядное для автомобиля этот прикуриватель но там не было было главное что так купили пошли обратно я вот вы знаете только единственное не понимаю у меня мамина подруга с которой они жили в коммунальной квартире вот она тоже в возрасте и она вообще говорит у меня маски никогда даже не было то есть я ее не ношу хотя она передвигается в метро и покупает продукты вот не интересно если у меня везде спрашивают эту маску не приходится да там чё-то а как ей интересно пробивать это на что каждый она постоянно взывает полицию то есть как только и не продают товары она идет и сразу вызывать полицию она против нашего президента она прямо такая вот политическая такая оппозиционерка и она вот постоянно вот чуть-чуть чего она сразу вызывает полицию вот мне интересно каждый поход ее магазин а ты что вызывается полиция Не, у меня бы точно сил не хватило Мне и сейчас-то уже настолько это все надоело Честно сказать Но просто хочется, чтобы все-таки магазин Соблюдал правила И не шел по беспределу Если вы требуете маску Соизводите мне ее дать Я же не говорю, что я ее не хочу одевать Я хочу просто, чтобы вы мне ее дали Сертифицированную маску, пакетики запечатаны Я при вас ее открою, надену Все, вы мне продадите товар Я эту маску выброшу и пойду дальше Ну так же логичнее, правильно? А почему, допустим, я вот забыл дома маску И что, не все? И мне что, нужно теперь идти где-то ее добывать? С чего вдруг? С каких-то таких перепугов Я должен где-то ее искать Вы мне обязаны обеспечивать? Нет, значит продайте тогда Поэтому каждый раз я буду магазинам объяснять Если есть возможность Оставлять записи Книги жалоб и предложений Чтобы все-таки, может быть, действительно Может быть, действительно администраторы не в курсе Как бы этих постановлений, правильно? Или, может быть, они не в курсе законов Но просто когда-нибудь я еще расскажу Если магазин получит штраф В размере от 100 до 300 тысяч рублей За то, что не продали человеку товар А очень бы хотелось посмотреть такие примеры Есть ли они? Может быть, уже действительно кто-то подал в суд И когда на магазин возложен штраф За 300 тысяч на непродажу Вот тогда, может быть, магазин подумает И скажет все-таки А что нам все-таки лучше? Соблюдать закон? Или идти по понятиям? Вот я думаю, что так было бы намного правильнее Потому что я говорю Для чего нам тогда законы, если их никто не соблюдает? Правильно? Ну, согласитесь, логично же Жизнь все-таки в правом и живем В правовом государстве Поэтому, мне кажется, это вот Ну, конечно, если честно сказать Хотелось бы, чтобы это уже поскорее закончилось Ибо уже достало Уже так всегда стало Даже вот среди моих знакомых Есть люди, которые раньше были за маски Вот за этот масочный режим Они как-то все это соблюдали Там пытались как-то мне доказать А сейчас уже их столько-то сюда стало Они понимают, что это полный бред И тоже начинают уже потихонечку Отходить от этого всего И переходить на мою сторону Что не может, кстати, не радовать Потому что, ребята, мы действительно И, кстати, квалифицированные врачи Я уже не первый раз это говорю Бельгийская, чего? А, ресторан какой-то, что-то бельгийский Брасеррик О, видите, какой-то бельгийский что-то там Короче говоря, очень многие врачи говорят, что Ну, перчатки вообще, говорят, ни в коем случае нельзя надевать Потому что это еще хуже А от масок очень много кожных покровов, заболеваний И вот я говорю, последний раз, когда я ездил в метро На своей станции метро сел, наконечный вышел И у меня, видимо, была нехладка кислорода В магазине, как бы, ладно Если только на кассе, там, одеть На пару секунд, как бы, ладно Фиг с ним, в принципе Но если мне ее дают А когда человек идет на отказ и говорит Извините, я вам выдавать ничего не буду И продавать вам ничего не буду Но это уже человек идет по беспределу Поэтому есть поневость Вы помнили 417-е постановление Вопросов нет Маску надел и пошел А раз вы ее не даете, ну, извините, я что могу сделать? Я что, должен бегать ее искать? Нет, конечно Вот поэтому вот такие вот дела Ладно, все На этом, наверное, все Больше ничего интересного не будет Единственное, что я бы еще сейчас, может быть, где-то бы зашел Чехольчик бы посмотрел Мне нужен И на этом все Всем пока Включение у меня всегда Вот какая-нибудь байда произойдет Пошел, мне нужно было Мимо Сбербанка Мне нужно было денег на карточку кинуть Чтобы перевести за следующий месяц За аренду гаража Карточку вставил Открылся терминал Я внес туда сумму Он ее съел, грубо говоря Что-то стал там трещать, трещать, трещать И там обычно написано Подтвердите сумму Будете ли вы еще вводить Или вам ввести вот эту именно сумму Я, значит, вот это самое И он мне выплевывает чек И в чеке написано Вам переведено 500 рублей И все И дальше написано Карточка завершить Я думаю, я сейчас завершу Он мне карту выплюнет А, извините меня Значит, деньги мои пропадут Ну, получается, так же, правильно? То есть, получается, я завершу Карточка уйдет А деньги-то где? Я, значит, зову молодого человека Не отходя от банкомата Я говорю, молодой человек Я говорю, а что же мне делать? А он говорит Возьмите сейчас, зайдите вовнутрь А там народу, да хрена себе Пенсии дают людям Возьмите, говорит Талончик И обратитесь к специалисту Я пошел, значит, взял талончик Правда, специалист сразу меня принял Ничего не сказали, что я без маски Вообще, то есть, как бы Никто даже Мне не до нее было Я говорю, девушка, что мне делать? Я говорю, я внес деньги Он мне 500 рублей перевел А остальные мои деньги где? А она, значит, что-то там Паспорт мой взяла Сделала ксерокопии, чеки Ну и, в общем, что-то по компьютеру Там понажимала-понажимала И сказала Типа, вам сейчас придет смс-ка Что не позднее 23-го числа Вам эти денежки капнут остальные на карту Что произошло в банкомате, я не знаю Может быть, какой-то сбой Но самое главное, чтобы эти деньги мне пришли Потому что если они мне не придут То это будет, конечно, очень плохо Придется разбираться дальше А у меня уже в мысли Что делать? Надо полицию вызывать Потому что, ну как По факту, если они мне сейчас скажут Извините, мы ничего не знаем Но оказалось, что грамотные сотрудники Так что будем ждать Надеюсь, что Сегодня у нас какое Но сегодня-завтра должны эти деньги Мне упасть на карточку Что делать? Будем ждать Так что вот Не без приключений, ребят Смотрите, каршеринг грузит Кто-то оставил Слушай Сдыхай реально Нету денег, нету Не даю Не прошу и не даю Уже пятый раз ко мне подошел Вон, видите, грузит каршеринг А платить будет тот, кто последний его оставил Кто оставил Кто-то будет платить Получается Ну, а не вычислил Кто последний каршеринг Припарковал И даже несмотря на то, что он вчера его, например, оставил Он все равно будет платить Все А инспектор уехал Вот так Вот О, сейчас этого штрафанет А, он сгоняет их отсюда Видите? Чтобы свалили быстрее Все Ну, видите, каршеринг А у него колеса вывернутые Вот он грузит его Видите, сейчас Сейчас может бампер ему повредить Что, видите, машина боком идет Сейчас может бампер повредить Они сколько раз уже так бампера вредили Царапали А видите, как он говорит Что, грузит, нет? Не, зашла вроде Ну, вот сейчас зацепит И свалит Ну, в принципе, и все Что вот Короче говоря, каршеринг попал на 7 рублей Ну, не 7, там чуть меньше Вот так Пришел хозяин Видимо, он арендовал эту машину Инвалид Представляете, на костылях И что? Сейчас посмотрим Спустит ему машину или нет Не, нифига Нет, будет он спускать Ему нет Вот мне интересно Нет Смотрите-ка Хозяин инвалид Он машину ему не спускает Ну, не хозяин Он, видимо, там на аренду поставил На паузу Можно же так сделать Сволочи какие, а И что ему теперь делать? Все Охреневший просто Набор Не, все, он, видите, погрузил И спускать он ему не собирается Так что вот Ну, сволочи, что У меня другого слова нет